Мы говорили, что духовная реальность проявляется через что? Через звук. Она приходит и раскрывается здесь. И материальный мир тоже творится через звук. И духовная реальность тоже через звук. Материальный мир, как он создается? Из звука ум, аум. Но аум — это в чем проблема? Что это безличное, скажем, воплощение Верховного Богосхода. Правильно? И поэтому что происходит? Весь материальный мир, он безличен. Материя безличная. Личностная природа, личностную природу, эту материальную миру придает кто? Живые существа. Сам материальный мир, он безличен, поскольку он творится из безличного аспекта. Брахмана — аум. Этот звук аум является безличным символом, за которым кроется все остальное. А духовная реальность, она проступает в нашем сердце через личную реальность, через Харе Кришна мантру. И она состоит из полностью личных имен, личной формы. И она включает в себя, также вот этот ом включает в себя. Когда мы говорим Рама, Рам, то это как раз Рам, Раум, аум. Там все есть уже. То есть в этом смысле Харе Кришна, Маха Мантра, она стоит значительно выше, чем аум. Иногда ом называют тоже Маха Маха Великой, потому что в ней тоже все скрыто. А это что? Кришна, Ауэ М, Радха и М, Аум. Соединение. Соединение Радхи и Кришна. Поэтому за каждым, но это безлично, я знаю. Но когда мы говорим Харе Кришна, то это уже не поспекулируешь, уже все конкретно. Кришна собственной персоной, он уже со своей внутренней энергией Радхарани присутствует здесь. И эта духовная реальность, она проявляется через звук. Итак, рассмотрим. Звук — интересная штука. Звук проявляется в пространстве. Так? Следим. Будем попробовать. Звук самый тонкий из всех грубых материальных элементов. Так? Есть Панча Махабуда. Пять состояний вещества. Знакомо, да? Это что? Земля, твердое состояние вещества. Потом вида, вода, жидкое состояние вещества. Огонь, тепловая энергия. Дальше. А? Воздух, да, это газообразное состояние вещества. И пространство, эфир, акаша, в котором все это держится, в котором все это находится. Да. Далее. Звук — это то, что распространяется именно в пространстве. Без пространства звука нет. То есть самая тонкая среда, пространство, и в ней распространяется самая тонкая форма реальности. Звуковая. Правильно? Идем дальше. Веды говорят, что пространство бывает, скажем так, разных уровней в связи с материей. В целом материалисты говорят, что пространство — это некий, знаете, физический вакуум, там нет ничего. Но веды говорят, что пространство полно всего. Да. И они говорят, что есть васту или внутренняя сущность пространства. То есть когда мы изучаем васту шастры, да, и мы узнаем, что в пространстве масса всего, да, там много разных вещей есть. Но мы знаем, что что тоньше пространства? Ун, разум и ложное эго. Это вещи тоньше пространства. И в пространстве очень много разных образов существует. И вот эти все звуки, они являются тонкой формой информации. Веды говорят, что звук проявляется на четырех уровнях пространства. Самый низший уровень пространства и, соответственно, звука называется вайкарика или просто шум. То есть когда звук попадает в наши уши, в чувства, еще не возникает никаких визуальных ассоциаций. Потому что у нас восприятие идет достаточно быстро. Звук попадает в уши, потом ум, разум, какая-то оценка, нравится, не нравится, нужно, не нужно, знакомо, не знакомо, опасно, не опасно, это ухо. Идет какое-то заключение. Это первый уровень. Все быстро происходит. Давайте разобьем все это по частям, по этапам. Когда звук входит в уши и еще не получает оценки умом, это называется вайкарика, низший уровень звука. Когда звук не несет никакой информации, никакой образа, ничего. Когда дальше этот второй звук проходит через наши чувства, попадает в ум, он называется термином матхьяма. Матхьяма означает средний. Когда ум начинает оценивать эту вибрацию с точки зрения, насколько она нам приятна, неприятна, нравится, не нравится. И так это второй уровень постепенного-постепенного прохождения. Мы этого всего не замечаем, как это все работает. Но веды, они описывают вот эти тонкие процессы механики, как это все работает. Дальше. Третий уровень, через который проходит звук в эфире, называется пашянтием. Что значит пашянтием? Это означает видение. Когда аудио переходит в видение. Когда звук начинает визуализироваться. Когда он из ума в разум переходит. Когда разум делает определенное заключение, когда вы слышите, кто-то говорит, или по радио что-то услышали. Когда звук уже раздает образ, это называется уже пашянтием видение. Когда визуализация. Видение. И дальше материальный звук пойти не может. Потому что выше эго идет. Эго это элемент, мы его не рассматриваем. Потому что эго это элемент, скрепляющий душу с телом. Поэтому в данном случае мы его не рассматриваем. Видение. И следующий уровень идет более высший уровень. И души материальный звук коснуться не может. Потому что душа один тип энергии, это парашактия. А материальная энергия это апарашактия, низшая энергия. Поэтому в строгом смысле слова, низшая энергия, материя, она не может коснуться духа. Правильно. Понятно, да? Поэтому материальный звук, который входит в наши уши снизу, он проходит эти три этапа. Вайкарика просто шум. Когда мы не понимаем, что происходит. Услышали какой-то шум, что происходит. Никакого понимания еще нет. Ум еще не сообразил, что происходит. А потом мы говорим, а, это то-то, то-то, то-то. Кто-то что-то задел или куда-то упало, взорвалось. То есть какое-то понимание уже приходит. Это будет уже ум, включаться матхьяма. И когда мы полностью поняли, что произошло в визуализации, это называется пашянтием. Но выше материальный звук пойти не может. Так он проходит только через чувства, ум и разум. И мы делаем какие-то заключения. Но духовный звук, звук, через который нам проникает духовная реальность, он идет не из материальной природы, не снизу, а он идет откуда? Свыше. Поэтому его называют пара. Пара, идущий свыше. Мы знаем термин парампара. Или параматма. Идущий свыше. И вот трансцендентный звук, который исходит прямо с духовного мира, и поэтому для его восприятия, в строгом смысле слова, не так важны наши материальные чувства, наш ум и даже разум. Почему же я про паупада говорю, помните, неоднократно? Он говорит, независимо, понимаете, не понимаете, все равно он будет действовать. Почему? Потому что он действует на сознание. Потому что сознание и вот этот духовный звук, они одной природы. Духовный звук и духовная сустанция, душа, душа, да? Они, душа, не являются, сознание является продуктом материи. Сознание спроецировано на материю. Допустим, мы возьмем кино. Спроецировали какой-то образ на экране. Этот образ, который на экране, экран — это разные вещи. Если всадник скачет, представьте, на лошади, по этому экрану, вы можете стрелять по этому всаднику, ничего не будет. Будет проблема только с экраном, потому что он проецируется с другой реальности. То же самое мы думаем, что сознание, порождение мозга, но оно проецируется из души на наш мозг, на наше тело. Поэтому в строгом смысле слово материальные вещи душу не затрагивает. То же самое, как пули, пущенные по экрану, не затронут всадника, который скачет по этому экрану, потому что он в другой реальности находится. Но этот всадник, он может повиноваться кому? Замыслу режиссеру, который находится с ним в одной реальности. Когда, скажем, какой-то программы какие-то операторские, да, Final Cut или еще другие, он будет им повиноваться, но другим не будет повиноваться. Поэтому душа, она оживает от соприкосновения только с этой высшей духовной вибрацией. И то, что мы поем с вами, Харе Кришна, Махамантра, она не является звуком материального мира. Его называют звуком вот эта пара или шабда, или звук, который приходит к нам свыше через откровение. Его еще называют шабда-брахма. Помните, да, это то, что исходит с высшего источника, с пара-брахмана. Далее. Этот звук, он обладает совершенно другой природой, потому что через него как раз раскрывается вот эта вся духовная обитель. Как мы в самом начале говорили, что материальный мир, он творится из звука, да? Вот этот звук, он уже включает в себя, включает другие более тонкие процессы и звука там уже. Что происходит? Звук связан с эфиром, с пространством, и потом происходит поляризация пространства, движение, воздух, масса начинает двигаться. Когда эта воздушная масса поляризуется, что происходит? Заряд, вспышка, искра проскреатывает, элемент огня. Огонь нагревает воздух, получается конденсат, воздух, вода, и потом вода высыхает, и получается земля. Да, то есть это такая ведическая метафизика. Причем интересно, что элемент воды как таковой, слышали, да, что это не обязательно молекулярное соединение. Например, мы говорим, вода — это H2O, правильно? Это две молекулы водорода и одна молекула кислорода. Эта вода уже в нашем мире. А вот как изначальное агрегатное состояние существа, протовода или прототип, изначальная форма воды, она не имеет никакого отношения к молекулам, она существует до молекул. Потому что как агрегатное состояние вода, она существует далеко, задолго до этих соединений. Понимаете, да? Поэтому потенциально вода в духовной, она отличается, но она не сознанно из материальных элементов. Там нет молекул в нашем смысле этого слова. Просто, да? Потому что там вода в строгом смысле, она живая. Здесь, чтобы вода живая стала, ее нужно осветить. Молитвы какие-то прочитать, да, или святая личность затронется, тогда она будет живая. В духовном мире она, естественно, живая, там все живое. Здесь у нас есть неживая материя, и живые существа, они как бы ее отуществляют. И поэтому она окажется живой. А в духовном мире там тоже есть субстанция, там есть земля, по которой ходит Кришна, там тоже есть вода, тоже есть воздух, огонь, свет, все это есть. Но все это не является молекулярными соединениями, как здесь. То есть там изначально это духовная субстанция, там все это обладает сознанием. Там даже камни называют, как? Чинтамани. Мани это мыслящий камень.